Здравствуйте, дорогие друзья! Предлагаю вашему вниманию историю подвига в преддверии 80-летия Сталинградской битвы, герой Сталинграда, посвященную разведчице Люсе Радену. Когда началась война, Люсе исполнилось всего 11 лет. Она жила с мамой в Ленинграде, училась в 4-м классе. Отец ушел на фронт. Фашисты замкнули город в кольцо, началась блокада. Мать Люсе продолжала работать, но вскоре слегла, ее жизнь оборвалась. Девочка осталась одна, ей тоже грозила голодная смерть. Помогли соседи. И Люсю вместе с другими школьниками эвакуировали в Сталинград. Люся оказалась в детском приемнике. В один из дней в сталинградский детский приемник пришел советский офицер. Есть две версии, что он целенаправленно искал детей для работы в разведке, и что пришел для того, чтобы отдать собранные солдатами пайки ребятишкам. Люся вызвалась стать разведчицей. Брать ее не хотели. Девочка выглядела очень худенькой, слабой, ведь она приехала из блокадного города. Но Люся смогла убедить взрослых в своей силе духа. В третьем отделении разведотдела штаба 62-й армии Люся работала три месяца. За это время она выполнила шесть боевых заданий. Первое в сентябре 1942 года. Люсю научили определять виды бронетехники. Девочка перешла линию фронта. Ей поручили пробраться в поселок, который заняли фашисты, и определить количество танков, прорвавшихся к Волге. Ее задержали фашисты. Когда Люся увидела приближающихся немцев, то недалеко в кустах разглядела и знакомую пионерку Галю. Разведчица поняла, если Галю обнаружат в укрытии, то расправится. И тут где-то в небе загудел самолет. Это был немецкий самолет. Но Люся изо всех сил закричала «Самолет! Ложитесь!» И первой бросилась на землю. Немцы, подавшись панике, тоже чуть было не упали, но спохватились. Они оттаскали Люся за уши, но Галя уже была спасена. Внимание фашистов было направлено только на Люсю. Девочка точно помнила все, что говорили наставники. И, глядя немцу в глаза, твердо сказала, что идет на поля, где с другими детьми выращивают картошку, чтобы не умереть с голодом. Те поверили Люсе. Но раз пошла речь о картошке, немцы решили, что хорошо бы взять девчонку на кухню. Пусть обслуживает солдат. Люся пошла на кухню и стала работать. Есть не давали. Приходил спитаться отбросами. Отобрали башмаки и кофту, чтобы не сбежала. Но вместе с луком дали для очистки еще и картошку. И по количеству картошки Люся высчитала число солдат, ее съедающих. Она прикинула, сколько порций помещается в одном контейнере и сколько им костей было заполнено во время обеда. Перемножила, и все точно получилось. Как сбежала разведчица от фашистов и вернулась к своим, неизвестно. Однажды ей требовалось узнать, круглосуточно ли дежурят немцы около небольшого моста через реку. Но ведь для этого девочке надо было показаться там несколько раз и при том не вызвать подозрений. И юная разведчица придумала. Она раздобыла старую балалайку и, не таясь, отправилась прямиком к мосту, рядом с которым расположилось несколько фашистов. «Концерт! Концерт!» – кричала она. «Русские песни за хлеб!» Она очень хорошо понимала, что в глазах фашистов выглядит голодным ребенком, который стал клоуном, лишь бы поесть хлеба. В первый раз немцы посмеялись и прогнали ее, не дав ничего. В второй раз уже узнали и пригласили спеть. В третий раз она пришла около полночи. Немцы по-прежнему дежурили на посту. Теперь они прогнали ее. Но по тому вялому, сердитому их настроению, Люся поняла, они или уснут, или скоро уйдут. И она, улучив минутку, забралась на дерево, с которого был неплохо виден пост. Через несколько дней мост был взорван. Или другой случай. Вот как о нем вспоминала сама Людмила Владимировна. «Возвращаюсь однажды с разведки к своим. Ночь была темная. Вдруг на дорогу вышел человек. Замерло сердце. Я присела к земле и стала наблюдать. Когда он поравнялся, я увидела, что это командир Красной армии. Через минуту мы были уже знакомы. Я узнала, что при выполнении боевого задания Командир шел к своим, но сбился с пути. Я вызвалась ему помочь. Мы долго передвигались, часто ползком. Вдруг ноги соскользнули куда-то вниз. Мой спутник тоже потерял опору. Мы скатились на дно глубокой ямы. Я сказала, встаньте ко мне на плечи. Я сильная. Я-то ведь вас не вытащу, если выберусь первой. Он не хотел слушать меня, но я чуть не расплакалась. Наконец согласился. С трудом стояла на ногах. Была почти в бессознательном состоянии. К рассвету мы вышли к селу. Командир еле стоял на ногах. Он не ел несколько дней. В селе мне удалось раздобыть кружку молока. Сама пить не стала. Все отдала ему. Ночью перешли линию фронта. Командир встретил своих. Люся награждена медалями за отвагу и за оборону Ленинграда. В ноябре 1942 года она заболела брюшным тифом. Девочку отправили в госпиталь. После лечения она не сомневалась, что вернется к своим бойцам. И когда ей передали пакет, который надо было доставить в глубокий тыл, Люся не подозревала, что там направление на учебу в пятом классе. Людмила Владимировна Радына дожила до глубокой старости. Она работала учителем младших классов Гродненской школы номер 17 в своем родном городе. И не сомневаюсь, блестящим учителем. Поклонимся великим тем годам, Тем славным командирам и бойцам, И маршалам страны и рядовым. Поклонимся великим, Всем тем, которым забывать нельзя, Поклонимся, поклонимся нельзя, Всем миром, всем народом, всей землей, Поклонимся за дном великим темпой. Замкнули мы вокруг краев кольцом, Мы полыкнули в небо при пленцом, Февраль российский славный снегом, Силет-силет для фразовских полков, Окончен год, великий смертный бой, Сидеет мир на небо над тобой, Под песней нашей бабушкой и бой, Силет-силет для фразовских полков, Силет-силет для фразовских полков, Силет-силет для фразовских полков, Поклонимся великим тем годам, Тем славным командирам и бойцам, ПЕСНЯ 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 ПЕСНЯ